всем приветики купил себе новую мышку тоже а клик как и моя предыдущая только здесь модель 729 g а предыдущая была 745 g и это даже вышло дешевле чем предыдущая предыдущая брал за 29 рублей белорусских а новая мне обошлась в 26 вот и она даже как-то и покрасивее выглядит хоть и модели вроде как поменьше 729 но она как-то и покрасивее и она еще продажи есть а то ее уже в продаже нет такой вот коробочка так вот она выглядит здесь ее описание правда на казахстанском языке игровая мышка вот я здесь ее характеристики на русском и на английском языке произведено год назад даже не полтора больше где-то да почти что полтора ее к сожалению вскрыли в магазине не сказал не вскрываете они говорят нет нам нужно обязательно скрыть чтобы убедиться что она работает я говорю что бывало такое что не работала новая вещь они говорят не бывало но надо проверить вот и мне это конечно не понравилось что они там вскрывали ее я хотел сам вскрыть и потом подумал надо было сказать не вскрывать мне это на подарок надо потому что подарок ты всегда даришь запечатанный иначе ну типа если она вскрытая уже не скажешь что она новая вдруг ты свою даришь ну бы уж ну вот я думаю тогда бы они не вскрывали так что на вот в такой коробочке пришла внутри такая вот поролончик такой он здесь аж продавился из не видно на спит но такое и внутри мышка лежит получается вот здесь идет инструкция и сама мышка и в комплекте просто провод гарантийного талона кстати нету но мне сказали что на нее гарантия год вот руководству в принципе те же самые характеристики что и там на обратной стороне как подключить мера предосторожности вот условия использования реализация все такое кстати на телефоне на этом на моем новом плохой фокус и вот здесь как бы срок службы и гарантия год то есть по идее они будут гарантии и год срок службы то есть по идее через год она должна сломаться потому что срок ей дают сколько она будет служить год но я думаю она должна больше прослужить то есть по логике производителя она должна год отработать гарантийный и сломаться вот внутри получается тоже как и в предыдущей такой мощный штокер и здоровый защита от помех провод плетеный ну и сама мышка что компьютере компьютер лик ой нын то мне показалось онлайн турниров компьютерных онлайн турниров сделано в китае вот здесь у нее как бы такие эти как их ножки типа две кнопки вперед-назад потом здесь по идее наверное будет светиться хотя не знаю сейчас можно подключить посмотреть колесико и она вся еще такая новенькая гладенькая приятненькая моя уже не такая новенькая не такая гладенькая не такая приятненькая кстати о клик или о джи что значит вот джи наверно о клик так рисует ну короче пока новая она круто смотрится и в руке приятно лежит поверхность она как на ощупь как матовая то есть пальцами водишь он такое как такое как такое но я бы сказал чем мы не скажем что бархат но чем-то на бархат похоже такое приятненько матовая приятная такая поверхность на кайфовенько это это под пальчик получается сюда ложишь как тут показать он так вот ложится сюда палец этот сюда и два сюда и даже выемки есть получается вот под палец этот что здесь пальчик лежал прямо на мышке потом два пальчика сюда ложатся здесь выемка тоже под палец и здесь небольшое такое если видно хотя не ну здесь как бы такой не выступа нету но есть как срез такой небольшой то есть чтобы тебе было удобнее мизинцу лежать короче сделано под пальцы вот под большой и под безымянный здесь есть специальные выступы а под мизинец нету но в целом я кажется должно быть удобно правда она маленькая под мою руку хотелось бы чтобы она была чуть-чуть длину длине где-то вот такая то что так она хотелось бы пальцы выпрямить вот так вот а получается нужно их согнуть хотя можно и выпрямить принципе но по конструкции именно вот палец должен лежать на этой штуке а если выпрямлю он будет уже висеть короче ну блин аномалии хотелось бы чтобы она была чуть-чуть побольше ну или у кого маленькая рука там в принципе мне кажется нормально будет ну вот я принес свой предыдущий оклик такой же 745 на она как будто бы вот повыше то есть он как раз таки вот как раз таки вот она и подлиннее немножко правда здесь нет вот этой штуки на старой и палец у тебя лежит прямо вот здесь то есть на на этом углу лежит палец и по сути как раз он на всю долину лежит и здесь в принципе здесь как будто бы кажется как будто три пальца лежат но нет он чуть-чуть смещён а здесь получается она и покороче немножко ну вот если сравнивать так вот видно что она пониже чуть чуть пониже и плюс здесь для пальца нету куда его положите тебе остается только туда положить а там эта штучка маленькая вот это и короче ну вот так на вид мышка нормально приятная но именно что она маленькая но подключить сейчас подключу чтобы свет загорелся к сожалению не получилось подключить ее к блоку питания телефона к зарядному почему-то предыдущая мышка работает от блока питания который идет для телефона от зарядника а это не работает она только от компьютера работает и сейчас собственно я подключу компьютеру и покажу как она загорается вот так вот она включается сначала горит красный и зеленый потом начинает уже гореть красный она кстати помнит выбор потому что я подключил по щелкал dpi и оставил на красном и она вот запомнила красный хотя изначально когда первый раз включил был зеленый зеленый это середина красный это минимум и здесь цвета меняются получается когда она просто лежит сразу на загорел зеленым потом красным цвет вот этого сейчас вот уже голубым для забирается и так типа неспешно загорается здесь потом идет сюда спускается загорается здесь а здесь тухнет то есть так перетекает здесь как бы тухнет короче ну так ну так прикольно хотя было бы неплохо что можно было бы вообще например подсветку отключить вот и нажимая на dpi и вверх есть и вниз вверх это выше и она быстрее двигается еще выше и цвет соответственно меняется и здесь и здесь еще выше и вот это максимальный а нет вот это максимальный и это самый минимум то есть красный зеленый синий фиолетовый голубой белый и обратно красный и снизу кстати нету вот если переключить на цвет допустим на зеленый здесь не горит оптика горит сама сама подсветка то есть отражается здесь подсветка вот если она синяя то здесь синяя если фиолетовая то здесь фиолетовая если белая то тоже белая короче она переключается с dpi получается здесь мы видим именно подсветку а лазер оптика вот она оптика она получается лазерная потому что когда мне раньше была лазерная мышка она тоже не светилась там не было подсветки и а был лазер и он не светился а здесь светится на это как подсветка что ли а сам лазер не светится но то лазерная мышка у меня быстро перестала работать я ее заменил по гарантии и она перестала работать короче жесть надеюсь это и такого не будет но варианты dpi а лиска с ней написаны хотя должно быть там мышки чтобы каждый раз в инструкцию не лазить ну в целом вот так вот мне нормально рано палец у меня лежит вот этот не на этой штучке а чуть дальше но висит короче потому что эта штучка на коротенько хотела бы чтобы длиннее было она у меня трохи но вот так вот висит с зазором ну и вот согласно инструкции можно посмотреть сколько должно быть dpi это кстати неудобно теперь должен быть на мышке написан снизу потому что ну не каждый раз же в инструкцию лазить за dpi получается красный это 800 вот этот 1600 вот это 2400 вот это 3200 это 4400 а вот это максимальный 6400 и потом обратно на 800 и еще кстати то что не написано в инструкции в инструкции вообще ничего не написано про управление там как бы технические характеристики условия там все такое а про функции кнопок не написано нижняя кнопка верхняя переключает dpi а нижняя она отвечает за подсветку то есть получается вот мы нажимаем изменилась еще нажимаем изменилась вот мы видим что здесь не меняется а здесь меняется еще нажимаем изменилась а здесь не меняется нажимаем переключение dpi то есть вот мы вот допустим красный самый минимальный dpi вот мы выключили подсветку то есть Как бы, вот то, что я говорил, только недавно, что было бы круто, если бы подсветку можно было бы отключить. И можно. Получается, вот, нажимаешь на нижнюю, все, гаснет и колесик, и само вот это. То есть, если ты сидишь там где-то ночью, и тебе бьет в глаза вот эта вот подсветка, ты можешь ее просто выключить. И это круто. Потом нажимаешь, все, она обратно включается. Вот, здесь меняется подсветка, а DPI красный также остается. Потом цвет меняется. Получается, ты можешь как изменить цвет подсветки, так можешь ее вообще выключить. И это кайф. А можешь переключить, чтобы она мигала. Или горела. Или выключить, или цвет поменять. Короче, блин, удобно. Вот это они вообще молодцы продумали. Я сразу думал, что верхняя кнопка, это DPI выше, нижняя DPI ниже. А оказывается, нет. Верхняя, ну, повышает DPI, потом обратно на нижний и опять повышает. А нижняя меняет подсветки. И это прям кайф. Ну, когда подсветка выключена, если меняешь DPI, она обратно включается с теми же цветами, которые под этот DPI. А потом, вот, выключилась. То есть, она даже помнит, что у тебя была выключена. Блин, это прикольно. Это вообще прикольно, круто. Мне эта мышка по функционалу нравится больше, чем предыдущая, потому что здесь можно и подсветку регулировать, и выключать. И DPI здесь больше, чем в моей предыдущей, в моей три варианта было. И на ощупь она такая приятненькая, но плюс она еще новенькая. И снизу, как будет, если выключить подсветку, вообще ничего светиться не будет. То есть, если ты двигаешь, все, у тебя ничего не светится. Потому что здесь свет идет именно от подсветки. Сама оптика здесь не светится. У меня так было раньше в лазерной мыши. А здесь я, кстати, не смотрел, что здесь стоит, оптика или лазер. Ну, в общем, посмотрел. Стоит там оптика тоже. Но, как бы, сейчас пока лазил, она очень громко щелкает. Получается, вот, если посмотреть здесь щелчки. И здесь. Здесь прям раза так в три громче. Хотя, может быть, просто, что она новая. Она еще, типа, это я уже девять лет кликаю. Может быть, она уже прикликалась. Я уже не помню, как. Может быть, она вначале тоже так кликала. Жесть, она громко кликает. Ну, а свет, вот здесь, как бы, если вот выключить свет. Вот здесь не светится. А здесь такая же оптика, и она светится. Вот. Короче, да, на этой мне поудобнее. Я вот вложу руку. Ну, на старой мне удобнее, чем на новой. Потому что здесь у меня все пальцы вот выпрямлены. Три пальца выпрямлены. А на старой только два выпрямлены. А третий как-то болтается так. Ну, короче, по удобству мне предыдущая больше нравится. Вот эта. Потому что здесь и руки удобнее, и она не такая громкая. А здесь руки не так удобно, потому что она поменьше, и нету под палец безымянный. Куда его положить? Ну, есть, но оно там маленькое слишком. И плюс она слишком громкая. А по функционалу вот это лучше, потому что здесь и подсветку можно регулировать, и DPI больше. Вот. Короче. Такая вот у меня мышка, такая покупка. Как бы, такое вот ощущение двоякое. Вроде и приятно, что новую купил. Ну, она и на ощупь приятная. И функции больше. Но неприятно, что она громко щелкает. И что она меньше, чем вот эта. Как-то, да. Этот палец как-то вот просто болтается. Короче, да. Ну, вот такая вот у меня покупка. На этом все. Всем покидала.